13.06 в Керрио это действительно программа «Особое мнение». Веду её сегодня я, Светлана Занько, и своё особое мнение представляет главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Добрый день. Добрый день, Светлана. Коль, я вот сейчас в дневном развороте в рубрике «История создания» Виктория не сказала, что «Вятская особая газета», вероятно, название своё взяла от той «Вятской газеты», которая пришла на смену «Вятским губернским ведомостям». Такая была история, нет? Нет, конечно, нет. Мы, безусловно, когда называли газету, знали вот эту историю «Вятской прессы», но у нас никогда не было мысли, так сказать, поиграть в историю и объявить себя продолжателями там чьего-то чужого дела. Просто слово «Вятское», оно на поверхности, а главное, конечно, в нашей газете было название «Особое», так же, как в этой передаче «В особом мнении». Главное – это «Особое». Да, вот, кстати говоря, Коля рассказывает, что на улице до сих пор подходят люди, которые читали «Вятскую особую газету», берут тебя за пуговицы и говорят, как же так? Ну да, да, такая популярность до сих пор осталась. Но, к сожалению, мне нечего им пока сказать. Ну, вот мне есть чего сказать твоим поклонникам. Они могут писать вопросы на нашем сайте «Hackero.ru» в тот день, когда у тебя особое мнение. Вот, кстати говоря, вот сейчас я не вижу вопросов. Вы пишите, пожалуйста, на «Эхо Кирова» каждый раз накануне прихода нашего гостя «Особое мнение». Мы выкладываем анонсы, вы туда можете писать свои вопросы и их задавать. Пользуйтесь этим инструментом. А что вообще происходит с «Вятской особой газетой» создателем и главным редактором, которым ты являлся? Мы говорили о том, что она закрылась. Есть ли какие-то хотя бы перспективы того, что она снова возобновит свое существование? Ну, в том виде, в каком она была, пока этот проект стопудово законсервирован. Но какие-то совместные мероприятия мы сейчас проводим, попробуем сейчас что-то издать вместе с порталом 7U7. То есть, я думаю, пока еще это о похоронах говорить рано, мы еще пока трепыхаемся. Ну вот зато правительственная газета «Вести Киров» точно уже закрывается, об этом было объявлено. И теперь, это правительственная газета, областная правительственная газета, теперь источником официального публикования уставов и законов Кировской области будет в «Кировской правде» только осуществляться. Не знаю, как это оценить, хорошо или это плохо, закономерно или нет. Вот, будет тут больше плюсов или больше минусов? Прежде всего, конечно же, для населения области. Я так полагаю, что изначально идея о том, что правительство области издает какую-то свою газету, она была довольно-таки порочной идеей, я всегда выступал против такого рода вещей. Потому что, во-первых, получается так, что мы получаем газету, за которую платим, и которая издается, собственно, на наши же деньги, это бюджетно, это не совсем справедливо. Во-вторых, это даже не выгодно для самого правительства, потому что они имеют некий орган, который у них же у самих создает иллюзию того, что все происходит не совсем так, а именно им кажется, что вот все так красиво и гладенько, они читают свою собственную газету. И это создает очень опасную иллюзию того, что все происходит не совсем так, как на самом деле. И вообще, вот я помню, мы изучали этот вопрос еще, когда был Борис Семков, редактором газеты «Всем», мы с ним изучали, как это устроено, на примере той же Ленинградской области, города Санкт-Петербург. Там отказались с самого начала от издания правительственной газеты, посчитав, что, во-первых, есть некий рынок прессы, на котором правительство, как и любой другой игрок, может работать, может объявлять тендеры, конкурсы, размещать свою информацию, и таким образом, как бы, деньги будут направлены на поддержку, опять же, того же развития, условно говоря, свободной прессы, и при этом их позиция, как государственного органа, будет вполне нормально выражена. Насколько я помню, там на этом уровне все прекрасно совершенно прошло. Там изначально было два вопроса, которые они решали в Питере, это вот по правительственной газете, что и не будет, и второе, они нашли прекрасный способ, как противостоять вот этому валу бесплатных газет. У нас, к сожалению, этот номер не прошел, не получился. Там сделали очень просто, там все уперлось в то, что кто является собственником почтового ящика, да? То есть, соответственно, если я собственник почтового ящика, то мне никто не имеет права туда власть то, что я не заказывал. То есть, навязывание услуги, оно у нас запрещено законом о защите прав потребителей. А в Кирове, когда мы с этим смутулись, оказалось, что собственники у почтового ящика очень неопределенное понятие, и кому они принадлежат, мне очень ясно. Но то, что не нам, это точно. И почему-то вот на этом все остановилось. Но вот эти две вещи, я помню прекрасно, это было еще где-то лет, наверное, 10-15 назад, мы все это обсуждали. Уже тогда было ясно, что газета, как такая правительственная, она не конкурентоспособна, она может существовать только за счет вливания правительства, то есть за счет денег налогоплательщиков, что не есть рыночный подход к этому. Значит ли это с твоей точки зрения, что и Кировскую правду нужно закрыть и, собственно, опубликовать все необходимые законы, усталы? Я не вполне знаю, в каком статусе сейчас находится Кировская правда, то есть что это за издание, потому что, насколько я помню, она входила в этот правительственный холдинг, ВИАТ-Инфо, но как именно она оформлена, какой формы собственности, я не могу сказать. Но то, что правительственные документы должны печататься на конкурсной осмоле, это мое убеждение. То есть всякий раз, на какой-то период, на год или на полуковода должен проводиться конкурс. Та газета, которая предложит наилучшие условия, она просто должна их печатать. Вот и все. Спасибо. Я напоминаю, что вы слушаете особое мнение Николая Голикова. Я бы хотела спросить тебя, ходил ли ты вчера на праздничное мероприятие или митинг, по-разному называют, в честь годовщины присоединения или воссоединения Крыма с Россией. Я не хотел на него идти, мне пришлось на нем оказаться, потому что из-за проведения этого митинга было все вокруг перекрыто, и мы как раз занимались развозкой свежего номера журнала, и нам это создало изрядные трудности, потому что огромная территория была закрыта для движения транспорта, это создало для нас, по крайней мере, большое неудобство. И поэтому волей или неволей я на этом митинге оказался. Я бы не назвал это праздничным мероприятием, какая-то обстановка-то была уж совсем унылая, и мне больше напомнило не какой-то такой народный праздник, вот как, вероятно, это планировалось, а вот знаешь, такой дежурный митинг предвыборной поры, когда сгоняют людей, автобусами привозят с предприятий, чтобы поддержать определенную партию. Ну, скажем так, у нас обычно это Единая Россия этим славится, там привозят на площадь людей, ставят их, дают им транспаранты, и все, отстояли, встали, ушли, отметочку получили о том, что они, значит, не прогуляли это время. Вот, к сожалению, не к сожалению, я не знаю, может быть, даже, может быть, это и позитивный знак такой, вчера вот этого праздничного настроя никакого не было, а было вот именно такое дежурное стояние с этими, с транспарантами, с совершенно кислыми какими-то лицами, с нулевой реакцией на выступления, да и сами выступления, по крайней мере, те, которые я слышал, были достаточно дежурные и неинтересные, скажем так. То есть, ну, когда один год, мы говорим одно и то же, то уже нельзя слушать это одно и то же и так же точно воспринимать, потому что, ну, надо либо придумывать что-то новое, либо уже менять свою позицию. А вообще у меня возникло ощущение, что вот люди, которые собрались, они, конечно, люди исполнительные, им сказали, они пришли, но в душе они уже начинают понимать, что все не так радостно по части, ну, как называют, присоединения Крыма или аннексии Крыма, я не знаю. Я склоняюсь ко второму названию, потому что присоединение Крыма пока это такое внутреннее событие для России, весь мир пока этого не признал еще. И это, значит, как помнишь, такая песня была «Сам себя считаю городским теперь я», да, вот мы все ходим и считаем, что Крыма наш не больше, кроме России никто так не считает. Вот, и мы тем временем уже понимаем, какие траты мы несем за это удовольствие, очень непонятного статуса удовольствия, то есть непризнанное удовольствие. То есть одно дело вкладывать деньги в развитие своей территории, другое дело вкладывать деньги в развитие сомнительного статуса территории. И причем вот эти люди, которые там собрались, они уже поняли, чьи это деньги туда вкладываются, потому что общее ухудшение уровня жизни, они связывают именно вот с этой историей. Сколько ни твердить, что это какой-то там мировой кризис, у меня опять такое ощущение, что вот за этой железной стеной, которую мы снова вокруг себя строим, об этом кризисе никто не знает. Для чего, с твоей точки зрения, в таком случае по всей стране были организованы эти праздничные мероприятия? Ну как, я думаю, что руководству страны было приятно, что во всех показали сюжет, безусловно, как мы все радуемся. Ну, хотя, опять же, вот тот сюжет, который я видел, даже в телевизионном сюжете радости-то я не заметил. Радость была только на лицах руководства областного, но мне кажется, им просто было радостно выйти из кабинета, в постоятельном свежем воздухе, мне кажется, было больше радости, чем от самого крымского фактора. Безусловно, потому что это же политика государственная, весь народ одобряет присоединение Крыма. Вот я не знаю там. А следующий шаг какой будет в этих череде мероприятий? Возможно ли, что этот день будет назначен государственным праздником? А я не удивлюсь, если его назначен государственным праздником. У нас любят такие непонятные государственные праздники, типа вот 4 ноября, да, которые до сих пор очень трудно объяснить людям, что за день такой, почему этот день. Вполне возможно, что это какой-то символ. У нас же говорят, что присоединение Крыма имеет некое святое, сакральное значение, поэтому я не удивлюсь, что этот праздник станет каким-то вот таким вот возвышенным, таким патриотическим. Я не знаю пока. Я сама понимаю, что в этой стране можно ждать всего, чего угодно. Перейдем к другим вещам для обсуждения тоже. Из сегодняшних новостей беру материал. В администрации Кирова появится отдел по борьбе с короткой. Я так быстро перешла с митинга, потому что вижу, что нет особого желания продолжать обсуждение. Видишь, я бы поговорил, но это просто тема до такой степени уже заговоренная, что она уже... Устали. Я сам уже, честно говоря, от нее устал. И тем более, что здесь непонятного гораздо больше, чем чего-то, о чего можно уже говорить. Вот тебе что-то новое, новое в нашей городской администрации, то, что ближе к нам гораздо, да, это те вот сейчас вещи, те новшества, те изменения в структуре администрации, работы ее, которые применил Александр Перескопков, глава администрации города Кирова. Можно еще его называть пока новым главой, наверное, да? Пока еще год не прошел, и сто дней, я не помню. Сто дней, по-моему, еще не прошли. Да, так вот, что планирует Александр Перескопков, если это только его инициатива, ну, может быть, не стоит ему только авторство приписывать, неважно. В рамках изменения структуры городской администрации. Очень интересно, на мой взгляд. Будет создан отдел по борьбе с коррупцией. Отдел будет обеспечивать деятельность главы администрации и противодействовать коррупции. В нем будет работать 4 человека. То есть на штатной основе, то есть за зарплату. То есть чиновники будут, если раньше они боролись с коррупцией в виде каких-то общественных комиссий там по борьбе с коррупцией, сейчас они уже будут заниматься этим профессионально. Но, может быть, и давно нужно было это сделать. Ну, я не могу себе пока понять роль этого учреждения, потому что всегда, когда сами чиновники начинают борьбу сами с собой, это у меня вызывает очень сильное сомнение, потому что вся наша система и муниципальная, и региональная, и государственная власть, она, в общем-то, завязана на коррупционных схемах. И там все это от этого именно зависит. И вот появление такой структуры, она может говорить о чем? Что либо от участия в коррупционных схемах должны отодвигаться какие-то люди, которым не положено этим заниматься, а которые в силу там своей глупости этим занимаются. То есть для ограничения круга участников, собственно говоря, вот этой коррупционной деятельности. Я не могу сказать, как это будет выглядеть, как отдел собственной безопасности такой внутри. Но в таком случае я боюсь, что этот отдел в течение года закроют просто всю мэрию. Но если они, по крайней мере, должны будут бороться с коррупцией, они должны будут ликвидировать всю мэрию как таковую. Вот такое мое мнение. Либо они будут делить сотрудников администрации на чистых и нечистых, то есть часть сотрудников будет подпадать под их полномочия и будет там наказываться, выявляться и с позором, например, увольняться. А вторая часть будет как бы вот это, ну, более свободно себя чувствовать, потому что общий уровень коррупции слегка снизится. Я не знаю. Уточни, пожалуйста, что значит нужно будет закрыть всю мэрию? Ты считаешь, что наша мэрия насквозь... Я считаю, что вообще система управления в России в данный момент, будь это региональная или там муниципальная власть, она вся полностью основана на коррупционных схемах. Хотим мы этого или не хотим? Мы это видим каждый день. А как вот? Я хотела спросить. Все эти вот решения, которые принимаются по каким-либо вопросам, такое не коснись, да, там по разрешению строительства, например, да, в каком-нибудь неположенном месте. Вот, понимаешь, ну так вот формально, там ведь никакой коррупции нет, да? Глупость, вот по глупости чиновник решил, вот так вот объясняют, и все мы уши свои развесили, и говорим, ой, какой ужас. Причем чиновник продолжает работать и там 10 лет, и еще 15 лет после этого, который по глупости что-то разрешил. Ну, понимаешь, та же история с этой многоэтажкой, да, которую вы заметили, когда 10 этажей построили, а потом в итоге построили 23, и она стоит, и никто не наказан. О чем мы говорим? Это вот это все здание, которое все это видело, они стоят рядом в пределах прямой видимости. То есть это говорит о чем? В том, что все в теме, кроме нас. Все в теме. По каким признакам, уважаемый Александр Перескоков, и мы вместе с ним поймем, что отдел из четырех человек, который будет противодействовать коррупции в администрации города Кирова, действительно работает? Я не знаю, есть ли такие признаки вообще, потому что, смотри, вот у нас созданы межведомственные комиссии по борьбе с коррупцией. Они заседают, я не знаю, ежемесячно или ежеквартально, но они регулярно заседают. Они там принимают, обсуждают какие-то документы, какие-то направления, какие-то планы. Во всех районах существует аналогичная комиссия, которая заседает, создаёт планы по борьбе с коррупцией. Мы там в администрацию Юрьянского района победим коррупцию. Но я, понимаешь, я ни разу ещё не видел, чтобы на этой комиссии назывались какие-то фамилии. Это признаки, если будут названы фамилии. Нет, ну понимаешь, что значит, мы когда говорим о борьбе с коррупцией. Коррупция – это не демон. У коррупции есть руки, ноги, фамилия, имя и отчество. Так ведь? Это может быть человек, группа людей или что-то ещё. Это не некое явление, это не северное сияние, понимаешь? Это то, что делают люди. У этих людей есть фамилии, имя и отчество и должности. И если человек уличён в каких-то коррупционных проделочках, то он должен быть либо уволен, либо посажен в тюрьму, потому что это преступление. Вот у нас эти комиссии работают уже много лет. Помнится, ещё первую комиссию в областную возглавлял, по-моему, даже Крепостнов Валерий Васильевич. То есть это ещё при Шаклеине было, когда мы начали активно бороться с коррупцией. Что за это время из этой комиссии вышло? Ничего. Из правоохранительных органов? Да, там где-то что-то. И то ведь у нас, смотри, как говорят, так вот чиновник, он ведь не коррупционер. То есть он совершил мошенничество, это не коррупционное преступление, понимаешь? У нас ведь сразу вот из-под этого всё и выводится. Или там вообще вдруг человек увольняется, уезжает в другой город, а года через три оказывается, что там был какой-то грешок. Да он уже уехал, чего об этом говорить, да? А потом возвращается и хочет избираться в наши губернаторы. То есть я не понял, у нас этих комиссий тьма тьмущая. Они все всё время заседают, принимают программы, принимают что-то. Но где же они борются с коррупцией-то? Её меньше не становится. Мы не видим никакого уменьшения, судя по тем решениям, которые в конце концов выходят из органов власти. Они все насквозь коррупционные, они все в пользу кого-то. Везде можно просчитать выгодоприобретателя. И это выгодоприобретатель не простой налогоплательщик, а как правило, либо юридическое лицо, либо физическое лицо вполне с конкретными данными. И всё это продолжается из года в год. Поэтому, если мы говорим о том, что Перескоков решил искоренить коррупцию в отдельно взятой мэрии, то это штатные сотрудники, которые там будут работать. Я надеюсь, что это будут высокопрофессиональные люди. И которые на самом деле через какое-то время начнут называть фамилии, имена и суммы. Вот тогда можно будет говорить, что это дело работает. Иначе это обыкновенно ещё одна обувь, при сколько этих у нас рабочих групп, структур и прочих. А здесь ещё и за зарплату ужас какой. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». В субботу, 21 марта, в 12 часов на площади революции в Слободском состоится митинг с требованием отставки главы города Евгения Рычкова, связанная с падением наледи на ребёнка, который этот инцидент повлёк за собой смерть девочки. Так вот, инициатором этого митинга явился известный тебе депутат Дубравин, который заявил, что если обычная слободская семья оказалась беззащитной, значит, в Слободском не защищён никто. Комментарий, пожалуйста. Ну, во-первых, тут надо сказать, что чем хороши наши вот эти старые города, такие вот как Слободской, Яранск, там Белая Холуница, да, там осталась вот эта вот общность людей, не расколотых пока, вот в отличие от нашего областного центра, где крайне всё уже разобщено, причём разобщено достаточно искусственно, и было, наблюдалось, как это разобщение происходило, то есть вспомнить там Кировское общество ещё там 20-летней давности и теперешнее, да, то можно просчитать, когда, где, как, что было сделано для того, чтобы это разобщение усиливалось, чтобы не было невозможности организовать вот как вот рода вещи. Эти города, они, у них это осталась общность людей, да, потому что вспомнить уже Белую Холницу, когда из строительства АЗС там вышло 300 там жителей Холницы в пересчёте на город Киров, 10 тысяч жителей, они добивались этого два года и добились. У нас гораздо более вопиющие факты в Кирове, да, вот если брать строительство АЗС на берегу пруда, у нас там сравнить, например, строительство там спорткомплекса на территории Дворца пионеров Мемориала. Ничего подобного, да, то есть какая-то очень довольно-таки узкая группа людей, и то, которое через какое-то время разобщается точно так же и прекращает свою деятельность фактически ничего не добившегося. Ну, я бы не сравнивала эти два на самом деле факта. АЗС на берегу пруда и спорткомплекс в парке, это разные вещи. Спорткомплекс в парке, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны, это кощунство смертно. Поэтому это очень серьёзная вещь, гораздо, может быть, даже более серьёзная, чем нарушение экологии, тем более там тоже было всё очень не очень понятно. Тоже коррупционные вещи, там и там. Вот мы, кстати, говорили об этих проявлениях коррупции, потому что кто дал разрешение? Разница выхода этих людей в Белой Холунице и этих людей там в городе Кирове. Здесь, ты помнишь, очень много говорили о том, что спровоцирован выход этих людей интересами также противоборствующих, там, не знаю, бизнесменов, политиков и так далее. Так это обычно то, что сопровождают. А в Белой Холунице было бы не было? Нет, в Белой Холунице тоже пускались слухи о том, что есть некие силы, которые коррумпировали местные правоохранительные органы, писали жалобы на прокуратуру, которая поддержала вот этих вот людей, которые выступали против строительства, что якобы там в прокуратуру кто-то взятку занёс, назывались фамилии бизнесменов там. Это всё было, понимаешь? Это обычное пиар-сопровождение вот таких вещей. Давай вернёмся к митингу, который планируется в Слободском и вернёмся к самому вопросу, наказанию или ответственности, которые несут главы за падение снега. Тут даже дело не столько в общем, да, в главах за падение снега. Дело в том, что у слобожан уже давно и много претензий к имени Рычкова. Если читать слободскую прессу, она ведь не ограничивается слободскими курантами. Там есть такое издание, как Скатинфо, которое регулярно выходит, даёт информацию. Есть много независимых сайтов, которые дают информацию. Есть очень много вопросов, которые накопились в газове города. И вопрос о том, что ему стоило бы уйти в отставку, возникали и до этого инцидента. Но опять же все видят, что он пользуется такой непререкаемой поддержкой областной власти. И поэтому он не сдвигаем ни под каким предлогом. И даже вот под таким страшным предлогом, как гибель этой девочки, он вроде бы формально соблюдая процедуру, да, он же написал заявление, чтобы дома рассмотрел этот вопрос. Но опять же, понимаешь, если человек хочет уйти в отставку, он уходит в отставку. У любого человека, исполняющего любую должность, есть право написать заявление и прекратить исполнять свои обязанности, если он так хочет. А если он при этом уже говорит, а вот как решат мои друзья, а с друзьями проведены заранее совещания и всё объяснено, то это уже фикция, понимаешь, это уже иллюзия. И в слабожане это поняли. В слабожане сложно сказать, слабожане ли, потому что всё-таки называется конкретный инициатор. Это депутат Дубравин. Ну депутат это фигура, которая опять же выдвинута народом, да, это общественный деятель, скажем так. Кстати, в этом плане Дубравин, он выгодно отличается от многих других депутатов. А что происходит в областном центре, который ты уже помянул, где было пять случаев падения снега, где тоже погиб ребёнок, и не последовало никаких заявлений ни от мэра города Владимира Васильевича Быкова, вот таких вот, уж тем более о том, что он в доставку готов уйти и рассматривать это на Думе, ни одного заявления от депутата Кировской городской думы, что он тут считает, что нужно выказать недоверие или как-то ещё разобраться, они тут даже не собирались экстренно по этим случаям ни разу. Ни разу. Почему ситуация с Лобоском так сильно отличается в этом смысле от ситуации в городе Кирове? Я уже пробовал на это ответить, именно говоря о том, что разное общество в Слободском и в Кирове. И в Слободском общество не молчит. И оно более компактно, оно не потеряло связи между собой, там все друг друга знают. Там нельзя просто вот не выйти, не прийти, не сделать, потому что все заметят, что не вышло, не пришло и чего-то не сделал. В Кирове в этом плане, конечно, у нас разобщение идёт очень сильное. И плюс не забывай к тому, что у нас все ещё и поделены на вот эти всякие наши финансовые и прочие группы. Каждая, которая интерес, да, группа влияния. И понятно, что, конечно, по идее надо бы отправить руководство города по этому поводу, например, в отставку. Но ведь это же опять же, ну как говорят, это сукин сын, но это свой сукин сын. Мы не можем его им пожертвовать ради вот этой штучки. Давайте-ка мы это дело просто замолчим. К сожалению, это так. И нет такой общественной силы в Кирове, которая могла бы это инициировать. Нет такого депутата Дубравина в Кирове, да, который не просто депутат, понимаешь, одно дело депутат может сказать всё, что угодно. За этим депутатом идут люди, они выходят вместе с ним, они его поддерживают, он это чувствует, поэтому он так активно работает. Я почему говорю, что для меня это один из таких изобразчиков депутатской деятельности, там, независимо от его партийной принадлежности, он, кажется, ЛДПР, да. По-моему, ЛДПР, но это для меня вот в данном случае не имеет никакого значения, потому что я прекрасно понимаю, что человек радеет за свой родной город и за жизнь своих земляков. Независимо, так сказать, от своих партийных предпочтений. Вот у нас такого не нашлось человека, да? Ну нет, понимаешь, вот есть у нас... У нас нашёлся зато генерал Житинёв, который, я тебе специально посылала ссылочку, в наблюдателе была выдержка из его интервью, где он сказал, что нужно каждого нерадивого сотрудника, быть-то неважно, управляющей компанией, обслуживающей или государственная какая-то структура, он, кстати, очень даже говорил, что чиновники должны отвечать, будут знать, что по каждому факту случившейся трагедии последует возбуждение уголовного дела. Понимаешь, у нас ситуация какая, я об этом много раз говорил, у нас должностные лица в мэрии, там, в администрации, области, в списке своих, как бы вот должностных, своих, как бы должностных вот этих вот, в списке полномочий, у них есть полномочия вообще. Обязанности у них есть, да? Нет у них обязанностей. Нет у них обязанностей. Вот в чем дело. Раз нет обязанностей, соответственно, нет и ответственности. У них есть полномочия. Такое расплывчатое понятие. Полномочия это то, что человек может, а может и не может. Он имеет право, но не обязан. И у нас поэтому, видимо, никаких других способов воздействия на чиновничество нет. Потому что у них нет обязанностей, за которые они должны нести ответственность. Кроме каких? И получается теперь, что единственный инструмент, который у нас есть, это Уголовный кодекс. И в этом плане генерал Житильев абсолютно прав, что раз нет других способов воздействия на руководителей управляющих компаний, на каких-то чиновников, значит, надо использовать тот инструмент, который есть в Уголовном кодексе. Другое дело, что использовать это будет довольно-таки сложно. Потому что, чтобы человека привлечь за совершение преступления, надо, чтобы он опять-таки что-то нарушил. А раз у него в его должностных обязанностях нет этих должностных обязанностей, прости за певтологию, да, то, соответственно, доказать, что он что-то нарушил, тоже невозможно. Понимаешь? Раз у нас глава города, он вообще даже не чиновник. Он депутат. У депутата не может быть персональной ответственности ни за что, потому что депутат не несет персональной ответственности, несет Дума в целом, да, такой коллективный, коллегиальный орган. Поэтому главу нашего города вообще привлечь нельзя ни за что. Ни к уголовной, ни к административной, ни к какой-либо еще ответственности вообще. Просто депутат. Его можно только там, ну, за непосещение заседания, например, там, в дисциплинах порядке наказать, или за что-то еще, за что можно депутата наказать. Если у нас там, например, глава администрации города имеет кучу полномочий, но не имеет обязанностей, то, опять же, наказать его ни за что. То есть он ничего не нарушил для того, чтобы быть привлеченным к ответственности. А вот уже на уровне, например, руководителей и управляющих компаний, там проще. Там проще. Поэтому я думаю, что вот хотя бы даже на этом уровне, если наши следователи поработают, то хоть какой-то эффект будет, да. Хотя бы, может быть, начнут вовремя снег, так сказать, убирать. Ведь это же не так трудно. Сейчас приверемся на короткую рекламу. Это особое мнение Николая Голикова. Никуда не выходите, через две минуты мы снова в студии. Особое мнение на 101.ФМ. Продолжается программа «Особое мнение», которая сегодня представляет Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Депутат Государственной Думы от Кировской области Сергей Доронин внес в Госдуму законопроект о пристановке платы за капремонт. Но мы об этом говорили, о том, что собирается, стараются внести. Многие высказывались, что, и здесь присутствующих, что нужно действительно заморозить. Многие это... Дмитрий Михайлович, русский депутат УЗС. Он, по-моему, подготовил как раз. Кирилл Черкасов его поддерживал. Здесь же студия об этом говорил. Да, и вот теперь через депутата Госдумы внесли это предложение заморозить данный вид платежа, то есть за капремонт до 1 января 2020 года. Хочу услышать от тебя, каковы, ты считаешь, перспективы этого предложения, пройдет, не пройдет в Госдуме. Все, как у нас зависит ни от экономики, ни от чего, все зависит от политической воли. Если сочтут там в Москве наверху, что вот не сейчас бы, да, вот эти бабки с людей собирать, то, может, полнее заморозят. Хотя, вот на мой взгляд, да, изначально принятие такого решения, оно абсурдно. Потому что, смотри, жилье находится в частной собственности. Какое дело государству до того, как я управляю своей частной собственностью? Оно абсурдно или незаконно? Оно, мне кажется, даже незаконно в этом плане. Потому что, смотри, вот купил я машину, да, ну почему не создает фонд, в который я должен отчислять деньги на ремонт своей машины? Я почему-то сам ее ремонтирую и сам на ней езжу, да. Это моя машина, я заинтересован в том, чтобы она была исправна. Это мое частное жилье. Какое дело государству? В какой форме? В каких суммах? И так далее. Частник ремонтирует свое жилье. У нас есть дом многоквартирный. Мы собрались, и мы решили, что с ним делать. Зачем создавать фонды, зачем вносить какие-то вещи? Это дело частных собственников. Государство здесь не имеет, ну, никакого права в это дело вмешиваться. Это моя частная собственность. Почему я должен принимать решения, исходя из каких-то там указов, каких-то непонятных совершенно структур, что такое фонд? Ну, а с другой стороны, представь себе ситуацию, например, в нашем же городе, где большое количество домов стоят близко друг к другу, и вот жители этого города, владельцы этой частной собственности, не ремонтируют свои дома, в результате чего образуется наледь на крыше, потому что там уже все утепление сгнило, падают сосульки на головы граждан, которые живут в этом доме и проходят мимо этих домов. Их интерес это взаимосвязанно. Ну, это все взаимосвязано, но опять же еще раз говорю, если мы собственники этого дома, если мы понимаем, что нас никакое государство не будет трогать вообще, мы рано или поздно займемся этим ремонтом, ну, погоди, мы же ремонтируем там свои частные дома. Вот я купил частный дом, я же его каждую весну там конопачу чищу, там вычищаю и все прочее, и драю. И не надо меня заставлять какие-то деньги куда-то собирать, это частная собственность, я плачу налог на недвижимость, собственно говоря, ребята, отстаньте от меня, мне не надо никаких фондов, никаких сборов. Я сам решу, либо если там несколько собственников, мы вместе решим, когда и как отремонтировать. Государство как-то пытается это контролировать, наверное, в том числе и потому, что наши частные собственники, большая их часть, прежде всего, когда что-то начинает падать, гнить и разрушаться, обращается государство, когда отремонтируется. Так вот это замкнутый круг, так его надо прервать, и раз это частная собственность, то государство должно с этого рынка уйти и не совать свой нос туда, куда его не просят. Вместо этого государство создает какой-то непонятный фонд, куда все люди почему-то обязаны становятся выносить деньги, неизвестно за что. Понимаешь? Ведь, опять же, Дмитрий Михайлович Русский здесь совершенно правильно сказал, по жилищному кодексу мы должны платить только за оказанные нам услуги, только за те услуги, которые нам оказаны, а не за какие-то услуги, которые будут оказаны через 30 лет, за них мы отплатить не обязаны по жилищному кодексу, это как бы по уровню документов, это высшие в данном случае документы. То есть это изначально незаконное решение, собирается у нас деньги неизвестно за что. Во-вторых, если уж мы говорим об этих деньгах, о той скорости, с которой они обесцениваются, о том проценте, с которым они собираются, какие 30 лет. Программа на 300 лет рассчитана. И большинство людей, которые сейчас, вот именно, кто их платит-то сейчас? Платят пенсионеры, они всегда привыкли все платить вовремя. Они просто не доживут даже до первого ремонта, понимаешь? Это уже несправедливо. Как должен нагреться, что называется, градусник, чтобы было принято это политическое решение о заморозке платы за капремонт? Здесь я еще раз говорю, здесь, скорее всего, будут приниматься решения, исходя из каких-то мониторингов общей ситуации, потому что ситуация сложная. Во-первых, мы уже начали разговор с Крымом, Крым оухнулся очень сильно в нашей стране, а у нас сейчас в стране очень сложная ситуация. И в первую очередь она отражается на том, что народ стремительно нищает. Мы это видим, мы это на своем примере можем видеть, там даже, по-русски говоря, сходив в магазин раз в день. Мы видим, как это происходит. То есть, если вот этот замер, этот мониторинг покажет, что не надо дальше греть ситуацию, то, конечно же, прекратят этот сбор денег. Потому что на самом-то деле, я полагаю, за те деньги, которые успели там собрать, там, насколько я знаю, процент собираемости крайне низкий, вот, все равно ничего пока даже начать нельзя. Если еще вспомнить, как все подорожало за это время, вот, то как бы лучше эту ситуацию присесть в зародыш, пока она недалеко зашла. Я думаю, что хватит все-таки, вот именно политической воли в руководстве страны, чтобы, ну, по крайней мере, этот закон заморозить. Если не вообще его отменить, это было бы более разумно. Еще у нас остается буквально 5 минут, и я хотела бы, чтобы ты рассказал про ситуацию с блогером, которого зовут Александр Башлыков. О нем многие пишут, я лично с ним не знакома. Может быть, ты следил. Но это блогер, житель поселка Рудничный, Верхнекамского района Кировской улицы, на который заводится уже второе уголовное дело. И первое из них было заведено по обвинению в Клюйте, соединенному с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. И второе, применение насилия для опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Александр Башлыков сам репортеру 17 марта рассказывал, что отправил жалобу в Верхнекамский суд на постановление о возбуждении уголовного дела против него. И многие, кто его знает, и сам он считает, что это, в общем, преследование незаконное, и это преследование связанное с тем, что он критикует, в том числе и власти. Ну, дело в том, что я слежу за его деятельностью, он не симпатичен, да, как человек, который не боится встать на собрании, там, например, там, ну, так, в начальском сходе и сказать прямо в глаза, глядя там, главе района, например, то, что о нем думает. Другое дело, что он человек очень эмоциональный, это, боюсь, его может погубить. Потому что я даже вспоминая там выступление, он склонен к обобщениям, как, видимо, любой житель поселка Рудничный, да. То есть он не просто говорит о том, что вот глава района там нарушил то-то, то он начинает говорить, у глава района это руководитель там организованной преступной группировки, то есть он говорит что-то еще. То есть он немножко не контролирует себя, он слишком эмоционален для того, чтобы вот не попасться вот на такую удочку. Поэтому ничего удивительного, что один раз, ему не первый раз уже его по гражданским искам несколько раз уже штрафовали за такого рода заявления, но он, так как он свою деятельность не прекратил, вот, причем в его деятельности ничего дурного я не вижу. Но то, что он вот за счет, может быть, вот этой своей эмоциональности, несдержанности все время немножко переходит за край допустимого, потому что нельзя обвинять людей в преступлениях, ежели эти преступления не подтверждены решениями суда, он это делает, к сожалению. Если, например, генерал Солодовников это делал, но он генерал Солодовников, и ему ничего за это не было, то Башлыков это не генерал Солодовников, так сказать. Поэтому рано или поздно это должно было произойти, к сожалению. И вот он здесь попался. А ты сейчас, упоминая генерала Солодовникова, какие именно его заявления имел в виду, которые, как я так поняла, не имели возможности появляться на паблике. Он же много говорил там, я сейчас, я понимаю, что Солодовников уехал, он забылся. Ну, я думаю, что... Я думаю, что долго еще будет помнить. Нет, конкретные какие-то слова его, но там всякие вещи, связанные с задержаниями, с арестами еще досудебными, когда он уже называл человека, совершившим это преступление, это было у него. Такая манера речи, я еще раз говорю, она мне даже симпатична была, такая прямая, как милицейская манера речи там, ну, как Жеглов, да, вот такой такой, Жеглов такой в генеральских погонах. Вот. Но я еще раз говорю, что как бы ему это все... Ну, кто будет судиться с генералом МВД? Конечно, никто. А с правозащитником, там, с правдоискателем из Рудничного это очень легко. Вот. Тем более, если у нас депутата законодательного собрания упекают за сопротивление пристрельной власти, да, помнишь, четыре сломанных ребра, да, за которые, да, лузьянин до сих пор находится еще пока в местах лишения свободы, и, кстати, у ДО ему, похоже, не светит, потому что очень много нарушений на него нарыли, ну, как положено, то есть еще 10 месяцев ему там сидеть. Вот. То уж на жителя поселка Рудничный там найдут, что там палец сломал он милиционеру. По-моему, палец он сломал полицейского. Вот. И если уж депутата АЗС упекли, то в данном случае, ну, я еще раз говорю, что мне очень симпатичен этот человек, но надо все-таки понимать, что ты говоришь, особенно, когда ты выступаешь публично. Вот. А он мастер такого обобщения, вот, да еще с называнием фамилии, что, безусловно, рано или поздно должно было к этому привести. Но, опять-таки, я полагаю, что если он найдет хорошего адвоката, то от многих обвинений он все-таки уйдет. Уже очень как-то все слеплено на скорую руку. Надо тебе сказать, что сам-то Александр Пашлыков считает, что уголовный срок не будет назначен, если не вмешается общественность. У него есть другая версия, если не вмешается ФСБ. То есть у него еще там, в Грудничном, есть иллюзия, что у нас есть некие правоохранительные органы, которые могут вмешаться, и все, остановить справедливость. У тебя такой иллюзии уже нет. Да нет, конечно, давным-давно. И это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала, газеты, журнала «Товар, деньги, товар». Спасибо, Коля, что к нам приходишь. Завтра у Николая дневной разворот с Володей Сметанином, мужская пятница. Так что завтра вы его снова услышите. До свидания. Продолжение следует...